С большой группой игроков, которые остались в Варне, там, как я уже говорил, Тодор Алексеев, Пламин Константинов, Боин Ерданов, Данаил Милушев, ну и еще масса игроков, там 8 или 9 человек еще получается, работает Найден Найденов, он там остался, который, собственно, и начинал в Большом Томинском штабе Сильвана Прандерет сезон, ну и, разумеется, Камила Плача никуда не делся. Это, в общем, прекрасно известный нам персонаж, который на Олимпиаде в предыдущем сезоне выполнял функции второго тренера у Владимира Олега, успел проработать в сборной России. Работа, соответственно, Сильвана Прандерет ему не привыкать, они вместе в Кунео, в итальянской серии А проработали сезона 4 точно. Поэтому, соответственно, вряд ли можно было удивляться тому, что Прандерет, став тренером сборной России, бывшего старшего тренера национальной, став тренера сборной Болгарии, прошу прощения, бывшего старшего тренера нашей национальной команды, пригласил к тебе помощники. Алексей Казаков Удачный блок сборной Болгарии и наши соперники вперед выходят. 3-2 Но сейчас, понятное дело, они себя очень неплохо чувствуют. Игранкинуш откровенно рискованный мяч здесь сыграл. Отведенный почти с третьего метра. Лнющая передача. Такая зона, конечно, от них не всегда получает. Здесь нас еще и прием подводит. Он не был идеальным на протяжении этой встречи. Помните, как-то нам демонстрирули цифры у сборной Болгарии. Они были просто вообще какими-то устрашающими, по-моему, не отвечающими реальности. У нас там в районе 40% это как раз было похоже на правду. Разумеется, хотелось бы больше. 38% тогда, по-моему, было в процентах позитивного приема. Это не наша цифра. Сергей Гранкин откровенно набедокурил в последние игровые эпизоды. Здесь напрашивается замена. И вот, судя по сигналу с тренерского мостика, она сейчас произойдет. Нет, пока это тайм-аут, будет ли замена или нет, это выяснится чуть позже. Для нашего пасующего. Игровой отрезок, откровенно говоря, не ахти, конечно. Сложно ли за что-то его похвалить. Очень много знакомых лиц, много волейболистов, выступавших в российском чемпионате. Много людей, прекрасно говорящих по-русски, даже не из числа тех, кто выступал в российском чемпионате. Вот, например, Владимир Николов до нашей страны не добрался ни разу, если говорить о выступлении на клубном уровне. Ну, что не мешает ему свободно, по необходимости, спокойно интервью на русском языке раздавать. Сам брал раз, наверное, ну, 10 точно, не меньше за эти слова могу отвечать. Съем после тайм-аута у нас происходит. Гранкин остается на площадке. Все-таки кредит доверия к нему у Даниэля Баньоли достаточно велик. Он прекрасно знает этого пасующего. Это игрок его бывшей теперь уже клубной команды. Кстати, если говорить об имплуа связующего, то динамовцы вспоминать о клубных реалиях, которые тоже никуда, в общем-то, не уходят. Сейчас как раз в межсезонье контракты подписываются. Динамовцы заключили соглашение с Зубковым, который вместе с Романом Яковлевым перешел в стан белоголубых из Динамо-Янтаря Калининградского. 7-3. Лицо Даниэля Баньоли в этот момент очень о многом, по-моему, говорил. Ну, здесь, кстати, совсем немного у Казийского не получилось. Мяч мог и в аут уйти. Некоторым так показалось даже на повторе. Мы видим, что поднимает вверх руки Методиан Аниев. Это так в большей степени игра на судейскую бригаду. На публику, скажем так. Вот эти вот длинные прострелы в четыре, в длинную сторону при сбитом в двойку приеме. Такой один из наиболее основательно поставленных элементов в игре у Андрея Жекова. Передачи высокие, быстрые при этом очень. Ну, при таких доигровщиках, как у него там всегда стоят, хорошего роста взрывных. Допустимо более чем. Позади первый технический тайм-аут четвертого сета. И сборная Болгарии в этой партии с самого начала владеет существенным преимуществом. Плавает немножко сборная России. Вы видите, что у нас падают совсем цифры позитивного приема. Они, кстати, продолжают падать и у сборной Болгарии. Но куда-то вот просто до той точки, куда уже свалиться, по-моему, нельзя теоретически. Скоро такое ощущение, что где-то к концу этого матча статистика покажет там минус 5% позитивного приема у болгарской команды. При этом сборная Болгарии выигрывает, кстати. Она выиграла предыдущую партию, продолжает выигрывать и в четвертой. Снимается Ананев. Ну вот в данном случае не знаю, чем не позитивный прием. Нормальный, вполне позитивный прием. Считается. Так же, как и в предыдущем эпизоде, когда болгары снимались перед техническим тайм-аутом. Да, там немножко сбитый прием был. На стык двойки и тройки. Но, тем не менее, это вполне комфортная ситуация для того, чтобы играть и с первым темпом, в общем-то, и задействовать и четвертую зону. Вторая не отключается. Все основания для того, чтобы считать прием. Не идеальным, но позитивным они есть. Тем не менее, как-то драконовские совершенно по отношению к болгарской команде. Цифры нам показывают. Наши, впрочем, не сильно отличаются. Ананев хороший отрезок проводит. 13-е очко в атаке уже сумел набрать. Сейчас Владимир Николов так еще чуть-чуть как раз перевалит за отметку в 20. По всей видимости, самым результативным по ходу этой встречи он и станет, наверное. У него довольно большое преимущество. По крайней мере, в 4 очка над Матеем Козийским. Если говорить о нашей команде, то здесь лучшие показатели по результативности Семена Полтавского. 14 очков, 11 успел набрать Александр Волков. Алексей Козаков за недлинный отрезок своей пребывания на площадке уже имеет в своем активе 9. 5 на блоке из них. Вот тут, конечно, без вопроса, тут нет никакого приема. Чистой воды ошибка. Жеков не добегает до мяча. И тройным блоком отработали в этой ситуации блестяще. 9-10 достаем соперника понемногу. Так, исходя из того, что это направление передачи в сложной ситуации было, конечно, наиболее удобным для Андрея Жекова. Он выбрал именно четвертую зону, именно девятого номера своего. Учитывая то, что Ананьев последний отрезок провел неплохо и в хорошем тонусе находился. Мог, в принципе, теоретически обыграть тройную блок. Ну, к нашей радости это не получилось у него. Меньше игроков задействовал по ходу этой встречи Сильвана Пранди. У него, в принципе, с учетом того, что в стартовом составе у него вышел Мирослав Градинаров, который присел очень быстро. Замена такая ключевая. Это выход Петодия Ананьева. Один эпизод с выходом Цветана Соколова и один эпизод с выходом Христа Цветанова. У нас здесь побольше коррективов носит в игру своя команда Даниэля Баньоли. Но надо учитывать еще и то, что Баньоли постоянно пользуются двойной заменой, которую в данном, по крайней мере, сочетании состава болгарской команды Сильвана Пранди не пользуются. Там дальше на других турнирах посмотрим, по мере того, как будет усиливаться состав сборной Болгарии. Сумели остановить болгары свое падение. Все-таки сняться 11-10. Было бы хорошо. Жаль. Левой рукой сейчас приходилось атаковать, потому что передача была очень широкая. Здесь, опять же, конечно, в этом большая степень вины Сергея Гранкина. Многовато брака он допускает по ходу этой партии. Сейчас в безвыходное совершенно положение загнал Сергея Тетюхина. Тут чуть было даже левой рукой очко не набрал. Моментально. Качели полетели в другую сторону. С такой же уверенностью и безапелляционностью. Сборная России очень быстро сумела догнать соперника. Одним таким рывком, нахрапом кавалерийским буквально взяли. Ну и тут же столь же быстро и легко упускаем это свое преимущество. 13-10. Один тайм-аут следует за другим. Но при таких качелях вряд ли этому стоит удивляться. Даниэль Баньоли. У него ситуация безвыходная. Он не может позволить себе проиграть эту партию. Поэтому он обязан брать перерывы. И вот сейчас уже весь свой запас тайм-аутов наш тренерский штаб исчерпал. А дело только к середине партии подошло. При этом у нас, несмотря на удачную игру и большое количество потерь, в том числе и за счет ошибок Гранкина, по-прежнему лучшие цифры в нападении. 53% против 51% у сборной Болгарии. И накрываем Семена Полтавского. Причем Матей Козийский делает это в гордом одиночестве. Приятный такой момент. Бывшего партнера по команде обидел, кстати. Вместе с которым они чемпионат России немного немало выигрывали. Принимали участие в финале четырех Европейской Лиги Чемпионов. Да. Очень тяжело будет отыгрываться в этом матче и в этой партии. Сложная получилась подача у Анани. Вот это вот линейное направление здесь, в общем, чревато попаданием в сетку. Ну, с таким свращением еще. Было ощущение, что мяч вроде бы уходит, тем не менее он попадает. В поле. Один из пятнадцать. Ну вот, сняться сумели наконец-то. Причем, посмотрите, с какой сложной передачи Гранкину пришлось передачу отдавать. Находясь лицом к сетке и там буквально в сантиметрах от нее, выковыривая как-то мяч с неудобной высоты от груди, тем не менее выполнил передачу. Хоть как-то. Ну, здесь Сергей Китухин попал в темп. Уже прошли высшую точку полета блокирующей. Он так... Затянулся немножко, сбросился чуть раньше здесь Светозар Иванов. И с отклонением атаку и неудобную передачу, откровенно, все-таки сумел положить мяч под кожу. Блокирующим сборной Болгарии, как это называется, на слону. Мяч между руками и сеткой прошел. Тринадцать-пятнадцать. Ну что, начинается очередной поворот интриги в этой партии. Как-то так вот командам нормально, в таком более-менее спокойном ритме не играется. И взяли за правило они проигрывать по три-четыре очка подряд. По очереди. Вот сборная Болгарии все-таки до второго тайм-аута доносит два очка преимущества. Много еще предстоит болгарам по работе для того, чтобы выиграть. И счет уже не выглядит таким устрашающим. Для нас, разумеется, как пятнадцать-десять. Так, в большей степени, насколько я понимаю, на себя инициатива по хору этого технического тайм-аута Ярослав Антонов взял. Ну, гнили-баньоли. Настолько тяжело переживает перипетии борьбы этой партии, что, может быть, слов каких-то особых не находит. Да, собственно, он настолько много уже общался с командой по ходу этого сета. И первый технический два тайм-аута уже брал. Что, может быть, о чем-то говорить и не приходится. Тем более применительно к последним эпизодам в игре сборной России, когда три очка мы сумели выиграть. Ну, вот и волну удалось запустить. Тем самым, так выражаясь футбольным языком, двенадцатый игрок, болельщик, внес свой вклад в игру нашей команды. Ну, а если говорить о реалии фолейбола, то, наверное, видимо, тогда седьмой игрок получается, не иначе. Ну, или восьмой, если учитывать Либера. Все-таки основной состав сейчас фолейболи из семи персоналей состоит. Бережет подачу Светозар Иванов. Подает очень аккуратно. И это только на руку нам снимаемся спокойно. Сергей Тетюхин выигрывает свое очко. Здесь не успевает Красимир Гайдарский дойти и выброситься вовремя. Видели, там разнобой в высоте рук был, хотя вроде бы он успел пристроиться к своему визави. Кулешов появился на площадке. Ну, и начинается у нас двойная замена Михайлов уже здесь. Ну, и логичное окончание двойной замены. Александр Будько. Дебютант сборной России. Уроженец Белоруссии. Воспитанник Гродинского волейбола, земляк Юрия Сапеги, ну, в свое время Юрий Николаевич. Немало сил приложил к тому, чтобы этот игрок перешел в Московской Динамо и получил российское гражданство. Вот по многому благодаря этому сейчас Будько играет в национальной команде. Там блоком все закончилось. Ну, судя по объявлению диктора, раньше там еще и двойное касание было зафиксировано. По жесту Юмида Соколу этого как-то не прослеживалось, но кто знает, может быть. Ну, и, собственно, в лучших традициях интриги этой встречи. Все так, как и должно было быть, наверное. На один рывок сборной России сборная Болгарии ответила вторым рывком, потом еще один рывок сборной России, и вот теперь, соответственно, сборная Болгарии опять взяла слова. Так, в порядке строгой очереди. Прямо как будто заранее договорились, что, разумеется, конечно, не так. Нет стабильности в игре ни той, ни другой команды по ходу этой партии, но поскольку вот эти вот качели на стороне сборной Болгарии, как правило, задерживаются подольше, определяется преимущество болгарской команды. Хорошая подача, но мяч все-таки немного выходит за пределы площадки. Значит, здесь Теодор Салпаров абсолютно прав. Пропускает мяч, его зона ответственности была. Такой мяч получился бы неприятный, по высоте принимать бы его было бы очень тяжело. Хотя на повторе есть ощущение, что мяч Ленину-то зацепил, кстати. Севажалес, увидев двойной блок, пытается так почти под 90 градусов к сетке разворачивать корпус и очень круто укладывать мяч в ход. Вот тут запасы высоты прыжка и съема. В первую очередь для выполнения такого сложного элемента ему не хватает. Тут уже Казийскому даже нет, наверное, смысла особо расстраиваться в такой ситуации. Волков вместо Кулешова обратно под подачу. Ну, здесь совершенно очевидно, что выход буквально на одну расстановку. Потом Волков сядет на скамейку запасных. Связано с тем, что Волков гораздо более опасной подачей, конечно, чем Алексей Кулешов обладает. Даже планирующий его, пожалуй, так более агрессивный выглядит, конечно. И, конечно, потенциально будет мяч в игре. Правда, сложнейший здесь придется мяч играть Ананьеву в четвертой зоне. Но, тем не менее, не проигрывает его как минимум для начала. Сборная России сейчас играет в сложнейшей ситуации, где каждый мяч навязывал, понятно, и дрожат руки, наверное, уже немного. Выбит Будько оказался еще из эпицентра действий, поэтому последнюю передачу отдавал Сергей Тетюкин, взяв на себя функции пасующего. Есть проблемы с приемом планирующей. Ананьев сам же сейчас будет пытаться исправлять свою ошибку. Ну и обнаружили касание сетки у одного из наших блокирующих. Второй арбитр из Италии. Это в данном случае его прерогатива, его сфера действий. Он следит за такими моментами. Ну, реакции публики совершенно понятны в этой ситуации. Она на такие моменты реагирует совершенно однозначно в любой стране мира. В той ситуации, когда решение принимается против команды, играющей дома. Повтора не было. У нас нет каких-то оснований обвинять итальянского арбитра в том, что он не прав. Забивает Михайлов. 18-22. Пошла обратная двойная замена. Семен Полтавский появился. Соответственно, он по расстановке оказывается в четвертой зоне. Но это понятно. В тот момент, как только пасующий появляется на передней линии, начинается обратная двойная замена. Вот на это еще надежда. На подачу, конечно. В каждой расстановке здесь у нас есть люди, способные рискнуть. Нет волейболистов сборной России, не обладающих поставленной хорошей силовой подачей. В данном отношении Максим Михайлов один из самых ярких, конечно, примеров. Берет тайм-аут Сильвана Пранди. Ну, и тоже второй, в общем-то. Тоже, понятно, просто не приходится. Опять же, с учетом того, что сборная Болгарии постоянно лидирует. И временами довольно много, походу, этой партии. Ну, уж слишком нервный сет. Даже последовательность набора очков, посмотрите. Здесь, собственно, никакой последовательности последовательной по большому счету нет. Такие метания у той и другой команды. То густо, то пусто. То сразу много, то совершенно ничего. Ивана Пранди на уровне итальянской серии А отработал 32 года. Страшно подумать. Он впервые был назначен первым тренером команды Торино аж в 76-м году. И вторым не работал никогда. В возрасте 29 лет он стал главным тренером. Ну, вряд ли, когда кого-то тогда интересовала итальянская серия А. Ну, это в разных командах в качестве первого 30 лет и отработал. Больше 30 лет. После чего вот колоссального времени работы на клубном уровне решил попробовать себя в роли наставника национальной сборной. Новый этап для сверхопытнейшего специалиста. И первая большая победа. Недалека для Сильвана Пранди сейчас. Удачно. Сейчас скидка эта попадает буквально в руки Евгения Сиважелеза. Мяч остается в игре. Ну, и у нас остается шанс эту доигровку завершить. Выиграть очко 20-23. Не получается подача. Ну, и, собственно, все. Матчболы у сборной Болгарии. Ситуация похожа по счету на ту, что мы видели в третьем сете. Там также со счета 24-20 началась концовка концовки, в которой сборная России три сутбола сумела отыграть. Подача проходит на ура. И вынуждены мы остаться без первого темпа здесь. Попал по рукам Матей Казийский, но отработали в защите еще один шанс у Полтавского. Тяжелейший съем. Очень приходится тяжело. И просто прыжка и роста не хватает Алексея Вербову для того, чтобы продолжить розыгрыш, оставить мяч в игре. Увы, мы проигрываем эту встречу. Но надо отдать должное сборной Болгарии. Она по-настоящему неплохая. Впервые, наверное, в этом сезоне выглядела в этой конкретной игре. 3-1. Второй матч состоится завтра. И мы будем ждать реванш, разумеется. На этом матче для вас работал комментатор телеканала «Спорт» Тарас Тимошенко. Счастливо. До встречи на волейболе. Спасибо за участие.